Давайте ускорим чарджи 5 раз так в 10 Привет, меня зовут Игорь Зуевич и моя основная задача это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам, да и наверное обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество времени и денег Значит в этом видео я вам покажу как можно ускорить работу с чарджи 5 и вообще в принципе ускорить чарджи 5 для того чтобы не вводить его долго в контекст Для этой цели мы будем использовать так называемый memory, то есть новую функцию которую буквально на днях ввели в чарджи 5 Значит что это за функция? Во-первых это долгосрочная память и я в предыдущем видео уже показывал как эта система работает То есть это то, что запоминает непосредственно чарджи 5 информацию о нас, но мы можем пользоваться этим не только в качестве долгосрочной памяти То есть мы сюда можем вводить какие-то специальные ярлыки, специальные команды, которые будем использовать в процессе своей работы Важно понимать, что в долгосрочной памяти от чарджи 5 мы можем забивать не только ту информацию, с которой мы хотим с ним поделиться Мы в первую очередь будем сюда забивать ярлыки для воспроизведения каких-то быстрых команд Значит смотрите, мы будем использовать следующий промпт Этот промпт есть также в нашем телеграм-канале в базе с промптами, где больше 5000 различных промптов и больше 250 различных образов для чарджи 5 Плюс чат для общения по теме искусственного интеллекта Значит смотрите, что здесь есть? Мы совсем недавно, буквально там несколько часов назад добавили сюда новый промпт для создания так называемых ярлыков Я вам покажу, как эти ярлыки здесь работают Значит здесь основная задача это создать язык Все, что я печатаю, и здесь именно вот этот вот ярлык вставляется, двоеточие, блок, двоеточие Я хочу, чтобы вы взяли текст, который я вставляю и превратили его в сообщение в блоге Он должен быть написан на уровне чтения пятого класса в образовательном, но дружелюбном тоне Иметь H1 и H2 оптимизированные для SEO заголовки Значит смотрите, мы это забиваем для того, чтобы чарджи 5 внес эту информацию в свою так называемую долгосрочную память То есть сейчас, когда я ему буду кидать какой-то текст, какой-то там набор символов и буду использовать вот этот вот ярлык Он мне автоматически будет создавать мой пост для моего соответственно блога в том шаблоне, в котором я ему здесь этот текст отправил Мы здесь можем писать что угодно Например, я могу сюда добавлять там слово рилс и когда я хочу, чтобы ты, когда я буду добавлять информацию по рилсам Ты должен мне там создавать соответственно сценарий для моих рилсов Либо я могу создавать headline, например заголовок Когда я пишу тот или иной ярлык, ты должен мне соответственно писать то-то, то-то Либо email, когда я тебе вставляю ярлык email и отправляю какой-то текст, должен мне скорректировать либо создать ответ на этот email То есть мы добавляем какой-то ярлык, в данном случае ярлыком является слово блог И соответственно рассказываем ему подсказку, что должно происходить после того, как добавляется этот ярлык Давайте я вам покажу, как это работает Я зайду на свой YouTube канал, выберу какое-то видео и соответственно возьму и субтитры с этого видео, просто скачаю Я беру для начала, создаю транскрипцию до этого видео И эту транскрипцию я сейчас скачаю И исходя из этой транскрипции он мне создаст полноценный пост для моего блога Для этого я пишу тот самый ярлык блог и вставляет сюда соответственно транскрипцию видео Давайте посмотрим, как это выглядит Я добавил ярлык и я добавил транскрипцию видео И теперь он, исходя из этой всей информации, сделает полноценный пост для моего блога С необходимыми мне заголовками H1 и H2, то как мы ему прописали И теперь каждый раз какое-то видео, либо какой-то текст я буду добавлять ему сюда И он мне будет автоматически его форматировать под нужный мне раздел И еще и оптимизированный под SEO Значит, смотрите, как работает долгосрочная память в чат-джи пяти То есть, пример, меня зовут Игорь Зуевевич Сегодня я расскажу вам о новой возможности чат-джи пяти долгосрочной памяти То есть, это полная транскрипция моего видео Я могу это взять и отправить тут же на свой блог Плюс добавить к этому посту непосредственно к этой публикации И у меня уже будет полностью готовый текст, готовое видео для непосредственно моего блога Так мы можем делать ярлыки и метки, сохраняя их в долгосрочной памяти для чего угодно Например, для Reels То есть, я прописываю сюда промт Я его разрабатываю, прописываю промт Добавляю с ярлыком И теперь, когда я буду вызывать ярлык Он мне должен будет написать полноценный сценарий для моего Reels Да для чего угодно То есть, мы создаем такие ярлыки для чего угодно Например, для заголовков Мы ему кидаем заголовок И когда есть ярлык и заголовки Он должен подкорректировать этот заголовок В зависимости от той маркетинговой стратегии, с которой мы хотим работать Это очень удобно использовать в долгосрочной памяти те самые ярлыки Давайте посмотрим, как они непосредственно выглядят в долгосрочной памяти Вот здесь, когда я пишу слово блок Значит, ты должен мне создать блок Все, он эту информацию запоминает И теперь, неважно в каком чате мы находимся Мы скидываем ему этот ярлык И он создает нам полноценный текст Значит, следующее, что я хотел бы вам также показать Кроме ярлыков, это так называемые до обучения чаджи пяти Значит, смотрите, что я делаю Я отправляю ему скриншот своего ютуб-канала И прописываю информацию о том, что это скриншот с моего ютуб-канала Для того, чтобы он заполнил информацию о моем ютуб-канале Я могу ему отправлять не только там ссылку на свой ютуб-канал Например, на свой инстаграм, на свой рилс, на свои подписи к своим рилс Могу информацию о своем линк-ин профиле отправлять Я ему могу отправлять информацию какую угодно Для того, чтобы он лучше понимал, для чего мы создаем тот или иной контент Для того, чтобы он лучше понимал нас и нашу задачу Это позволит его в будущем долго не вводить в контекст И он будет отвечать достаточно быстро И именно так, как нам необходимо То есть это так называемые дополнительные пользовательские инструкции Но это в большей степени долгосрочная память То есть когда мы, например, создаем пользовательские инструкции Мы можем менять ему образы Но все равно, когда мы меняем ему образы Мы в любом случае стараемся сделать так, чтобы он играл ту роль Но информация о нас, именно когда мы создаем контент под себя Информация о нашем продукте, о нашем товаре, о нашей услуге О нашем бизнесе, о нашем проекте О нашем личном бренде Она должна именно храниться в той самой долгосрочной памяти А дальше мы уже эту информацию То есть нанимаем, грубо говоря, дополнительного AI-помощника Который решает ту или иную задачу И он является специалистом Но база у нас, с чем он работает Она сохранена именно в долгосрочной памяти То есть это очень крутой инструмент Значит, дальше Что я бы еще хотел показать Для того, чтобы чуть больше чат GPT знал о нас Какие процессы нам необходимы в его долгосрочной памяти Очень важно его вводить именно в контекст То есть мы можем его попросить Дай мне, задавай мне больше вопросов Чтобы я раскрылся тебе для будущей нашей совместной работы То есть мы в него вводим следующий промпт Смотри, я хочу заполнить долгосрочную память Для быстрой работы с тобой в будущем Давай ты мне сейчас начнешь задавать вопросы по одному И я буду на них отвечать А ты сохранишь всю эту информацию в долгосрочной памяти Готов? И он мне задает вопрос Хорошо, какой первый вопрос хотели бы, чтобы я задал? Давайте начнем Давай начнем Узнаем лучше меня и мой проект Отлично, начнем Как называется твой проект И в какой сфере он работает? То есть и таким образом мы с ним поочередно Я ему буду выдавать информацию о себе Какую-то информацию, которую я, например, не хочу с ним делиться Я ему говорю, я не буду отвечать на такой вопрос Это не имеет отношения к контексту И таким образом он все мои ответы, которые на вопросы, которые он мне задает И вот он все эти ответы будет сохранять в свою так называемую долгосрочную память Которая находится в разделе настройки Персонализация И здесь так называемая долгосрочная память появляется И он мне будет задавать эти вопросы Видите, он уже сохранил в себе, что необходимо отвечать с ним на русском языке То есть даже те вопросы, те подсказки, которые мы с вами Он не показывает, что он сохраняет долгосрочную память Он на самом деле сохраняет для будущего ускорения И для будущей более быстрой коммуникации Это очень важно, когда мы работаем с чат-жепети И мы не хотим его постоянно вводить в курс себя, своего проекта И рассказывать чуть больше о себе Также в ту самую долгосрочную память мы можем вводить то, что нам не нравится Например, вы попросили чат-жепети создать вам какой-то сценарий для Reels Он использовал какие-то определенные слова И вы не хотите, чтобы эти слова он использовал в дальнейшем В будущем, например, соответственно Или еще какое-то слово, которое вас бесит Вы ему просто говорите Слушай, никогда в разговоре со мной не используй такие-то слова И постоянно пополняете, соответственно, ту базу слов, которую он использует в разговоре с вами Также вы можете его приучить, например, когда он вам отвечает Чтобы он вам отвечал, соответственно, по имени То есть, назвал вас по имени Либо в конце любого там поста, либо блога указывал ваши какие-то контактные данные Либо ссылку на ваш телеграм-канал Для того, чтобы вы либо какие-то хэштеги постоянно прописывал каждому своему ответу Либо по определенным, к определенным ответам он прописывал какие-то хэштеги Например, сейчас я занимаюсь тем, что я ввожу в свою долгосрочную... То есть, не в свою, а в долгосрочную память чат GPT SEO-продвижение моих YouTube роликов То есть, я ему задаю определенные ключевые слова Определенные ярлыки И когда он видит эти ярлыки, он тут же мне выдает Например, набор ключевых слов по высокочастотным, низкочастотным и среднечастотным запросам Либо он прописывает описание к моему видео в зависимости по тому параметру, который я, соответственно, ему задаю То есть, мы можем использовать ярлыки Мы можем использовать долгосрочную память для того, чтобы чат GPT быстрее понимал нас Для того, чтобы чат GPT быстрее понимал то, что мы от него хотим И тем самым мы его ускоряем Я надеюсь, что это видео было вам полезно Обязательно поставьте мне нравится под этим видео Посмотрите другие мои видео Напишите что-то в комментариях Пока! Субтитры сделал DimaTorzok